всем привет с вами картон спейс меня зовут юра и сегодня я расскажу вам о дополнении автомат игре немезис эта коробка включает в себя сразу два дополнения это собственно автомат последствия и новые чужие white seeders сегодня я расскажу вам только о дополнении автомат но забегая вперед сразу отмечу что второе дополнение white seeders можно использовать только с базой позже вы узнаете почему итак дополнение автомат вносит в игру два новых игровых режима первый это эпилог это достаточно короткая партия игровая по заверению разработчиков и второй режим это научная миссия этот режим создан для того чтобы использовать компоненты самого дополнения автомат базовой версии игры так как каждый из режимов опирается на правила базовой игры то я расскажу об изменениях и элементах этого дополнения а с правилами вы сможете ознакомиться например из нашего видео ну либо прочитать русскую версию так как она уже вышла и так эпилог в этот режим мы сможем сыграть только после того как завершили партию в базовую игру немезис как вы можете заметить мы уже завершили партию в базовую версию игры она у нас есть на видео вот это все что осталось после игры она остается у нас на столе неизвестно сколько времени прошло с тех событий как мы завершили базовую игру то есть все что осталось у нас на корабле но все изменения которые произошли в базовой игре оказывают влияние на эпилог поэтому сам корабль немезис не должен быть уничтожен жетонами огня вот такими то есть когда должен быть размещен 9 жетон огня либо жетонами поломки то есть тоже когда должен быть размещен 9 жетон а также корабль не должен быть уничтожен вот этим треком самоуничтожения если наш корабль был уничтожен таким образом то мы не сможем играть в эпилог то есть обязательное условие корабль должен остаться целым. По задумке авторов, игровой процесс станет более сложным и очень динамичным, так как игра будет очень короткой, всего 5 раундов. Прежде чем мы сможем приступить к эпилогу, мы должны подготовить наше игровое поле. Напомню, что эта ситуация осталась у нас после того, как мы завершили партию в базовую версию игры. То есть у нас осталось на поле жетоны шума, жетоны огня, жетоны неисправности, чужие, двери, персонажи с ранениями, с каким-то инвентарем, допустим. Все это у нас осталось после игры. Хочу обратить ваше внимание, что здесь на столе у нас также присутствует terrain expansion в виде вот этих гигантских дверей. Я не знаю, возможно, стоит ими не играть, а играть просто обычными бумажными. Также у нас есть спасательные капсулы из пластика, а также трупы чужих, которые остались у нас, трупы персонажей. Итак, в первую очередь мы с поля убираем всех чужих, которые у нас есть и добавляем в наш мешочек соответствующие жетоны чужих, которые мы убрали. Например, мы убрали сейчас королеву, альфа-самца и три взрослых особи и добавляем эти жетоны в мешочек, откуда у нас появляются чужие. Кроме того, в зависимости от количества игроков мы должны добавить в мешочек жетоны личинок и жетоны особей. В данном случае при игре вчетвером мы должны добавить две личинки и четыре взрослых особи в мешочек также. Во-вторых, мы должны убрать с поля все маркеры огня и также все маркеры шума, которые у нас есть на поле. Мы их должны убрать. Также мы уберем с поля трупы чужих, которые у нас остались, трупы персонажей. В игре оставим жетоны поломки, двери в том состоянии, в котором они были, а также спасательные капсулы в том состоянии, в котором они у нас остались. Слабости чужого у нас остаются в том состоянии, в котором у нас завершились по окончанию игры. Исследованные слабости мы пометим маркера. Они у нас будут считаться также неисследованными. Для того, чтобы нам их снова исследовать, нам нужно выполнить точно такое же действие, как при обычном исследовании. Этот маркер нам служит напоминанием о том, что мы вновь должны исследовать эту слабость чужого. Перемешаем карточки атаки чужого. Карточки событий из базовой игры мы заменим на карточки событий из дополнения автомат. Их всего 10 в игре. Они отличаются некими особенностями, о которых я расскажу чуть позже. Также перемешаем карты заражений. И карточки серьезных ран также вернем в игру. У персонажей также заберем эти карты ран. Кроме того, мы должны вновь сформировать состояние двигателей. То есть, как в базовой игре, мы должны перемешать исправное состояние двигателя и неисправное и случайным образом разместить на корабле. Карта координат у нас тоже заменится. Выберем случайным образом одну. Если у нас на корабле остались неизведанные отсеки, как например вот это, то мы переворачиваем все неоткрытые и неизведанные отсеки лицевой стороной вверх и устанавливаем маркер поиска предметов на тот уровень, которым у нас сверху лежит жетон исследования. То есть, в данном случае двойка. Мы переворачиваем комнату и размещаем его таким образом, игнорируя символ, который у нас срабатывает при исследовании отсеков. После этого мы в каждый отсек, включая отсек управления, гибернаторий и все три отсека с двигателями, мы разместим там новые жетоны исследований, которые у нас привносят как раз дополнение автомаз. В игре у нас также появляется новое поле шаттла, которое размещается рядом с полем. Оно имеет некие особенности. Также имеются четыре отсека в нем. Основной отсек он пуст и также есть два места под размещение тайлов второго уровня. Мы случайным образом берем оставшиеся тайлы второго уровня и размещаем их на шаттле в открытую. Особенностью здесь является то, что мы не можем искать в шаттле предметы. То есть, у нас поиск предметов здесь отсутствует, но имеются некие особенности этих комнат. После этого каждый из игроков может выбрать новых персонажей. Выбор новых персонажей будет происходить таким же образом, методом драфта. Играть можно меньшим количеством человек, чем завершили основную версию игры. То есть, например, если мы играли вчетвером, то можно сыграть даже втроем. Персонажи, которых мы сможем выбрать для эпилога, могут быть как из базы, так и новые персонажи из автомаз. С одной лишь оговоркой. Персонажи, которыми мы завершили базу, не могут быть выбраны для эпилога. А также персонажи одного цвета не могут быть выбраны. Например, преступник из дополнения и солдат из базы имеют красный цвет и, соответственно, они в одной игре не могут быть использованы. То есть, если даже мы не играли в базовой игре солдатом и в дополнение автомаз у нас есть преступник, то мы для эпилога можем выбрать либо солдата, либо преступника. После выбора персонажей каждый игрок получает компонент данного персонажа, размещает фигурку персонажа в основном отсеке шаттла. Пролог начинается именно отсюда. Персонажи начинают. Кроме двух квестовых предметов основного предмета, колоды действий, каждый персонаж также получает свою черту, свою особенность, которая у него описана на карточке. Ну, например, медик имеет такое свойство, когда перебинтовывает любое количество серьезных ран, либо вылечивает любое количество легких ранений, другой персонаж тянет карточку действий. В дополнение персонажи вместо персональной карты целей, корпоративной карты целей получают карту личных целей. Вот так она выглядит. То есть, случайным образом каждый персонаж получает ее. В игру добавляются карты тревоги, о которых я расскажу чуть позже. Мы перемешиваем где-нибудь на поле и открываем первую карточку тревоги. И также размещаем где-нибудь рядом с полем карту под названием выгодное предложение. Это карточка, которая нам позволяет обменять свою карту личных требований на эту карту. Обратите внимание, что она всего одна, то есть всего один персонаж сможет взять ее и обменять. На этом подготовка заканчивается и мы сможем приступить к игре. В игре, как и в базовой версии, всего лишь две фазы. Это фаза игрока и фаза события. В первую фазу игрока ничего абсолютно не меняется. Также игроки в порядке очереди могут выполнять два действия, то есть выполнить два действия. Либо выполнить действие и пасануть, либо не выполнять действие пасануть и сбросить любое количество карт с руки. После того, как все игроки пасанули, наступает фаза событий. И в эпилоге она немного изменена. Сразу скажу, что здесь отсутствует шаг backdevelopment. Это когда мы из мешочка тянем жетон и происходят какие-то события. Итак, что происходит в фазу событий в эпилоге? Во-первых, мы перемещаем жетон времени по треку хода. Кроме того, если у нас запущен режим самоуничтожения, мы также этот маркер передвигаем на одно деление вперед. Во-вторых, мы проверяем тревогу. Вот эти карточки тревоги. Они имеют здесь важное значение. В начале игры мы открываем первую карточку тревоги, которую мы должны выполнить до начала третьего хода. То есть за два хода мы должны выполнить условия этой карты тревоги. Если мы условия к началу третьего хода не выполняем первой карточки тревоги, то считается, что все персонажи погибли и игра заканчивается. Если мы выполнили условие, которое указано на карте тревоги, мы ее сбрасываем в начале третьего хода и у нас открывается вторая карта тревоги, которую мы также должны выполнить, но уже до конца игры. Здесь есть различные условия, все на картах написано. После этого начинается у нас шаг, атакуют чужие. Мы берем карточку атаки чужих и выполняем ее условия. После этого у нас наступает шаг повреждения огня, то есть огонь, который у нас есть на поле, у нас причиняет урон чужим, либо персонажем. И пятым шагом будет являться разрешение карты событий. У нас, как я уже говорил, карты событий свои в дополнении. Выглядят они вот таким вот образом. Мы также выполняем условия сначала там перемещения определенных типов чужих, а также выполняем условия, которые описаны у нас на карте. Кроме того, здесь есть символ, который выглядит вот таким вот треугольничком, как на карте тревоги. Это означает, что каждый из персонажей должен после того, как выполнится условие события, каждый персонаж проходит проверку на шум. Именно поэтому невозможно играть другими видами чужих в этом дополнении в эпилоге, потому что у каждого чужого есть свои карты событий. После этого фаза события заканчивается, начинается новый раунд и так длится до тех пор, пока игра у нас не закончится. После пятого хода считается, что наш шаттл должен покинуть корабль Немезис. И так, чтобы победить в игре, должны быть выполнены следующие условия. Во-первых, все жетоны исследования, которые у нас находятся в отсеках, должны быть открыты. То есть, как только мы туда заходим первый раз, мы открываем жетончик. Таким образом, мы должны открыть все отсеки, исследовав их таким образом. Во-вторых, мы должны выполнить свои персональные цели, которые ему досталось в начале игры. В-третьих, персонаж должен находиться на поле шаттла, то есть в любом отсеке, либо в основной комнате. Либо же персонаж должен покинуть корабль на спасательной капсуле. Ну и после этого, в самом последнем месте, мы все подряд эти условия выполнили, мы проверяем персонажа на заражение. Точно таким же образом, как это происходит и в базовой версии игры. Это все правила. Пару слов скажу о поле шаттла и каким образом происходит взаимодействие между этим полем и основным полем. У нас персонажи могут перемещаться между шаттлом и основным кораблем. Например, из основного отсека шаттла можно через технический коридор выходить в любой отсек, который связан с техническим коридором. Вот помечены красными точками, мы можем выходить отсюда на игровое поле. Либо приходить из этих отсеков, которые тоже имеют выход к техническому коридору, отмечены красными точками, в любой отсек шаттла. Здесь как раз стрелками указано, что здесь мы заходим, а из этого отсека мы выходим на шаттл. Дополнение также нам добавляет несколько новых комнат. Например, вот эта комната позволяет создавать особые предметы. Их всего три. Лазерный указатель, боевой дрон и костюм. Они могут быть скрафчены именно в этой комнате. То есть, созданные они добавляются в колоду создаваемых предметов. Ну и в завершении скажу пару слов о режиме научная миссия. Как я уже говорил, что этот режим создан для того, чтобы играть компонентами дополнения автомасс в базовую версию игры. Отмечу, что режим научная миссия также играется с полем шаттла. Кроме того, в каждом отсеке появляются два жетона исследований. Это из базовой игры и также из дополнения. То есть, каждый отсек будет иметь два жетона исследований. Таким образом, при открытии они будут срабатывать оба. Кроме того, особым образом формируется колода событий. Туда замешиваются карты из дополнения автомасс и карточки из базовой версии игры. В этом режиме научной миссии также будут использоваться карточки тревоги, которые будут открываться в тот момент, когда мы будем вытягивать события вот с таким значком. То есть, в режиме эпилога это обозначает, символ обозначает, что персонажи проходят проверку на шум, а в режиме исследовательской миссии это обозначает то, что мы должны вытащить карточку тревоги открыть. Это было дополнение автомасс к игре Nemesis. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в комментариях или задавайте в нашей группе. Желаю всем хороших игр. Пока!